скажите а вот для вас как для руководителя имело значение когда вам подавали бумагу какую-то служебную записку или какой план имела значение как она оформлена или вы сразу в суть или вот вам был важно чтобы это было ну сделано аккуратно и красиво поняла на слой нас рукописных на корпоративном сленге а у мага это ругательство документ документ или проект документа безусловно если ты не обращаю внимание как это оформлено во-первых во-первых есть целый государственный стандарт как оформлять документы причем для разных типов сколько допустим букв должно быть но в тексте предварительно содержание там двухстраничного материала есть материал и этикет что более полутора страниц любая проблема какая бы она не сложная была по своему содержанию не должна потому что много написать это мало времени потратить а написать коротко и все уложить этот и талант и умение это сделать безусловно это имело почти равное значение субстантивной частью но к сожалению штабная культура штабная культура а и такой термин тоже существует она вот в нашей стране сегодня пожалуй на хорошем уровне сохранилась в белом доме аппарат белого дома это же самый вышкаленный аппарат хотя по сравнению с тем который был советское время вот я могу такую жизненную привести это были это не анекдот когда никита сергеевич после смерти сталина стал во главе государства он еще для этих зрителей как который для которых ники сергеевич это и пикалков так вот он весь аппарат кремля ну совета министров ссср он тогда весь помещался за кремлевской стеной до машинисток он весь всех уволил и набрал новый так вот с хрущевских времен до окончания советского союза аппарат совета министров союзного правительства был на порядок ниже по качеству выдаваемых документов чем аппарат своими на рсфср в котором я работал до прихода в минздрав ну вот нынешний как мы называем на сленге белый дом вот такова это то есть это вещи которые но они не одним днем создаются это штучный товар воспитать хорошего нормального чиновника но мы отвлеклись давайте о сути о